В отечественных и зарубежных СМИ распространяются сотни фотографий, запечатлевших страшные разрушения в Волновахе и Мариуполе. Кажется, это настоящий апокалипсис, и эти города уже не восстановить. Но это, конечно, не так. Достаточно вспомнить историю Иловайска, который до сих пор остается под обстрелом у кронацистов. Но его жители не собираются отчаиваться и опускать руки. Иловайск – город воинской славы. Это почетное звание городу железнодорожников было присвоено за стойкость, мужество и массовый героизм, проявленный защитниками Иловайска в борьбе за свободу и независимость республики. 8 лет назад, в 2014 году, здесь произошло одно из ключевых сражений войны на Донбассе. Как известно, оно закончилось окружением и разгромом группировки Вооруженных сил Украины в операции, получившей название «Иловайский котел». За добытую победу город заплатил немалую цену. В результате ожесточенных боев повреждения получили 102 из 110 многоквартирных домов и 450 из 750 частных. В 2015 году, согласно республиканской программе восстановления, на месте полностью разрушенного жилья было возведено 34 домостроения. Ключи от новеньких домов Иловайчанам вручал первый глава ДНР Александр Захарченко. Владельцы частных домов, имущество которых так или иначе пострадало и требовало восстановления, а соответственно и материалов для него, получали гуманитарный шифер и шлакоблок. И вот, когда казалось, что о хлопотах по восстановлению серьезно разрушенного вследствие боевых действий жилья можно забыть, украинская армия нанесла по Иловайску новые удары. 27 марта вследствие разрыва снаряда в разной степени пострадало 37 жилых домов. Из них три дома по улице Артема были разрушены полностью. Администрация города железнодорожников зафиксировала все повреждения. Согласно повестке отчета о протокольных поручениях 5 числа было закончено проведение совместно с Оксом города Харциска всех пострадавших домов, составлена документация. Также на сегодняшний день были отработаны все заявки, которые поступают от населения в результате последних боевых действий. Из 17 поступивших заявлений на выдачу стекла выданы заявления по 4, общей площадью порядка 25 квадратных метров. Работа продолжается, стекло нарезается, поэтому по остальным заявлениям будет выдано по мере готовности. Чтобы временно прикрыть хотя бы дыры в крыше, жильцы пострадавших домов попросили предоставить им какой-нибудь водонепроницаемый материал. В администрации выделили для этих целей 144 квадратных метра специальной торпаулиновой пленки, что позволило полностью удовлетворить 4 заявки из 5. Мы направили заявки в МЧС, во все инстанции по поводу леса, по поводу строительных материалов в виде шифера и гвоздей. Ожидаем ответа. Если таковы будут, нам пообещали предоставить. Спасибо.